Приветствую вас, друзья. Первый урожай клубника дает очень рано, мы быстро собираем урожай, но лето еще в самом разгаре и до осени далеко, но хочется продолжать наслаждаться сладкой клубникой. Так почему бы не получить от клубники второй урожай и при этом не маленькие ягодки, а такие же большие, как в первый раз. Если правильно подкармливать клубнику и ухаживать за ней, то она ответит вам благодарностью богатым вторым урожаем. Мульчирование грядок с клубникой. Мульчирование грядок решает сразу два важные проблемы. Сорняки, которые забирают влагу у клубники и затеняют ее от солнца и сохранение рыхлого грунта при любой погоде. Используйте в качестве мульчи пленку или нетканые материалы, либо солому, хвою или газонную траву. Правильный полив. Ошибка, которую совершает большинство дачников, прекращение полива после сбора первого урожая. Чтобы для второго урожая сформировалось как можно больше цветков, а ягодки были большими, важно не обделить клубнику водой. Особенно в засушливые периоды, когда долгое время нет дождя. Поливайте клубнику не реже одного раза в неделю. На каждый куст требуется около пол-литра воды. Во время цветения клубнику нужно поливать чаще, один раз в пять дней. У клубники поверхностная корневая система и она плохо переносит пересыхание почвы, замедляется рост и созревание ягод. Подкормка для второго урожая. В период цветения нужно произвести подкормку, которая состоит из одной столовой ложки нитрофоски, разведенной в 10 литрах воды. На каждый куст клубники нужно выливать один литр данной подкормки. Когда цветение окончено и начали формироваться ягодки, не помешает любое комплексное минеральное удобрение, например, два столовой ложки суперфосфата и 100 граммов. Золы, которые нужно развести в 10 литрах воды. Данной подкормкой также нужно выливать по одному в литру под каждый куст. Правильный уход и усердный труд, подарит вам богатый урожай клубники и в начале лета, и в конце. Желаю вам хорошего урожая и спасибо, что посмотрели до конца.